Привет! С вами Корни. Сегодня я хочу поговорить о том, что в жизни есть вещи совершенно необъяснимые. Конечно, люди много чего в жизни не понимают. Но всё-таки то, что лежит за грани нашего понимания, можно разделить на две категории. Одни вещи, мы просто не доросли до их понимания. Но мы чувствуем, что они лежат на этом пути. Нужно время, чтобы мы их понимать начали. А есть другие вещи, которые лежат просто будто бы в стороне от этого пути. И возникает ощущение, что мы этого не сможем понять никогда. Я хочу это сегодня продемонстрировать на примере сравнения карт Таро. Я буду говорить только о старших арканах Таро. Потому что есть ещё младшие арканы Таро. Но картинки на младших арканах Таро относительно новые. Кстати говоря, на основе младшего аркана Таро возникла современная игральная колода. А вот изображения на старших арканах Таро, они не имеют никакого отношения к обычным картам. И они очень древние. Согласно современному пониманию историческому, они возникли где-то в средневековье. Но скорее всего это не так. Скорее всего они намного древнее. Просто не все документы, не все исторические свидетельства сохраняются. Это тоже нужно понимать. Некоторые косвенные намёки говорят о том, что древность этих карт значительно выше. То, о чём я сегодня хочу с вами поговорить. Это сравнение старших арканов Таро и русского алфавита. Это не моя собственная находка. Это находка русского оккультиста Феликса Эльдемурова. Найдя его работу, я был чрезвычайно удивлён. Я был просто поражён. Необъяснимость того, как русский алфавит соответствует картам Таро. Вы наверное заметили, что у меня не всё в порядке с голосом. У меня заложен нос. Но это связано с тем, что сейчас осенью я заболел. Я тут лечусь русским традиционным методом. Это водка с перцем. От простуды это помогает значительно лучше, чем любые антибиотики. Ну, русские люди это знают. А для моих иностранных друзей, может быть это будет полезным знанием. Нужно взять приблизительно половину чайной ложки чёрного перца. Добавить немного воды. Ну, как вы видите, я лечусь уже достаточно давно. И могу сказать, что моё состояние улучшилось. То есть, действительно хорошо помогает. Размешать. Ну, и естественно выпить. Как говорят в России, за здоровье. Итак. Существует удивительное и необъяснимое соответствие старших арканов вторых русскому алфавиту. Сразу хочу сказать, что каждое отдельное соответствие может показаться несколько надуманным. Но не спешите с выводами. Когда вы увидите, сколько этих соответствий набирается. Вы поймёте, что хотя каждое соответствие сомнительно. Но весь комплекс уже сомнений не вызывает. Хочу отметить, что я буду идти по порядку. Как в картах Таро. А они пронумерованы. Или 22. И также по порядку русского алфавита. То есть, порядок непроизвольный. Порядок абсолютно закономерный. Итак. Первая карта Таро. Это маг. Мы здесь видим человека с широко расставленными ногами перед столом. Первая русская буква в алфавите. Это буква А. И общие контуры в принципе совпадают. Действительно можно увидеть человека с широко расставленными ногами перед столом. Вторая буква Картаро. Это папеса или жрица. Это женщина, сидящая на неком троне. В данном случае на кубе. И она может держать в руке кубок, свиток, цветок. Есть разные варианты. Вторая русская буква. Это Б. Изображается вот так. Действительно мы здесь видим некое основание. Линию. И горизонтальную линию. Что можно отнести с рукой. Протянутой вперёд. Так же как и здесь. Следующая карта. Императрица. Она чем-то напоминает предыдущую. Здесь также женщина. Она сидит. Примерно на таком же основании. Но что интересно. В руке у неё всегда изображается щит. И третья буква русского алфавита. Она тоже похожа на предыдущую букву Б. У неё точно такая же часть нижняя. А верхняя часть имеет вот такую форму. То есть действительно можно сказать, что это щит. Это буква В. Четвёртая карта. Император. Здесь он изображен сидящим. Но как правило художники изображают этого человека в стоящем положении. Это мужчина с протянутой рукой. В которой держит скипетр. Четвёртая буква русского алфавита Г. Тоже примерное соответствие мы наблюдаем. Ещё раз хочу повторить. Конечно соответствия приблизительные. Не спешите судить. Когда их наберётся достаточно много. Вы будете удивлены. Итак. Пятая карта Таро. Это Великий Иерафант. Её также называют Жрец. Мы видим человека сидящего на троне. А у его ног два человека. Которых он или судит, или венчает. В разных вариантах по-разному. Русская буква Д. Похожа на некий трон. И внизу. Вот такая ещё часть. Тоже похожа на два человека. Дальше идём. Возлюбленный. Мы здесь видим человека стоящего на дороге. Две женщины пытаются увести его в другую сторону. В одну сторону, а другая в другую. В облаках мы видим Ангела, Амура. Которые иногда изображаются, иногда нет. А иногда изображаются прячущимися за облаками. Этой карте соответствуют две буквы. Е и Ё. Правда, её нужно рассматривать с некоторым поворотом. Скажем так. Эта дорога. А на ней три человека. Первый, второй и третий. И буква Ё. Которая изображается практически так же. Но с двумя точками. Эти две точки говорят о том, что кто-то может прятаться. Кто-то может наблюдать. Следующая карта. Колесница. Мы видим человека, едущего в колеснице. В которой запряжены два сфинкса. А следующая буква в русском алфавите. Это Ж. Вертикальная линия соответствует человеку. И две с двух сторон симметричные части. Если мы рассмотрим вот эту отдельно взятую часть. Я вот здесь нарисую. Скажем так. Действительно напоминает некое крылатое существо. Здесь аналогия кажется меньше. Но когда мы дойдём до буквы К и до карты колесо. Мы найдём дополнительные аналогии. Которые нас убедят. Что в таком рассмотрении действительно есть смысл. Дальше. Карта правосудия. Женщина. Изображающая правосудие. Но самое главное элемент конечно это весы в её руках. И следующая карта. И следующая буква в русском алфавите. Это З. Действительно это как будто бы две чаши весов. Отшельник. Человек в хламиде. С посохом в руках. И с фонарём. Тоже ей соответствуют две очень похожие буквы. И и краткая. Мы видим в этой части буквы как будто бы человек в рясе. Это его посох. И буква И краткая. Имеющая тоже начертания. Но вот ещё с дополнительным таким элементом над ним. Феликс Ильдемуров пишет. Что вот эта черточка над буквой И краткая. Соответствует огню в фонаре. Который как бы мерцает. Появляется то пропадает. Это тоже символически отражено в этих двух буквах. Следующая карта. Колесо счастья. Колесо фортуны. И как я уже говорил. Она имеет связь с картой колесница. Следующая буква К. Эта карта в данной колоде изображена нестандартно. Здесь мы видим несколько существ. Как правило изображается одно существо. Это крылатый сфинкс. На фоне колеса. Аналогию я с этим говорил. И действительно. На этой карте один сфинкс. На этой два. Мы получаем понимание того. Что эта система действительно взаимосвязанная. Следующая карта. Сила. Женщина и лев. И действительно. Следующая буква L напоминает по форме силуэт льва. При желании вы можете найти и женщину. Карта повешенной. На двух столбах висит повешенный вверх ногами человек. Буква M. Вот вам два столба. И человек висящий вверх ногами. Если в начале кому-то могло показаться, что начертание букв и картинки на картах соответствует друг другу не в полной мере. Но согласитесь. Когда идёт настолько длинный ряд. В каждом мы находим достаточно точное соответствие. И мы не просто берём в разброс буквы русского алфавита. И также в разброс произвольно карты Таро. А и то и другое берём в чётком порядке. И видим, что почти половина алфавита. И больше чем половина карт Таро соответствует друг другу. Согласитесь. Случайностью это назвать достаточно сложно. Феликс Эльдемурах продолжает аналогию. Он рассматривает и остальные карты. Но я сразу скажу, что дальнейшая эта привязка уже не такая чёткая. Поэтому я не буду о ней говорить. Не так интересно. Но дело в том, что абсолютно чёткой привязки и не может быть. Всё-таки букв в русском алфавите 33. А старших арканов 22. Поэтому нельзя говорить об абсолютно точном соответствии. Но то, что в каждой системе примерно половина знаков соответствует друг другу в одном и том же порядке. Мне кажется вещью совершенно необъяснимой. Феликс Эльдемуров пытается найти этому объяснение. Он говорит об архетипах. Он говорит о том, что любая знаковая система, развивающаяся, она стремится к некоему идеалу. К некоему архетипу. И если карты Таро действительно долго развивались, это некий архетип, некая законченная система, некая идеальная система, то русский алфавит тоже во многом этому соответствует. Потому что русский алфавит, в отличие от большинства алфавитов, это система не застывшая. В России всегда алфавит модернизировали. Всегда его меняли в соответствии с требованиями языка. Последнее нововведение было в 20 веке. Была введена буква Ё. И именно потому, что русский алфавит развивается, считает Феликс Эльдемуров. Именно поэтому он приближен к некоему идеальному архетипу. Возможно это так. Я сам затрудняюсь склониться к его мнению или возразить против него. Я остаюсь в некоторых сомнениях. Потому что для меня и само понятие архетипа, это что-то граничащее с чудесами, с чем-то необъяснимым. Но в то же время и никаких других объяснений я тоже не вижу. Действительно удивительнейшая вещь. Как две абсолютно исторически не связанные друг с другом системы. Это точно так. Здесь нет никакой исторической связи. Как они могут примерно на 50% настолько совпадать. В том же порядке. Примерно те же идеограммы мы наблюдаем. Для меня, например, подобные вещи всегда делают жизнь интереснее. От этого становится понятным, что жизнь не так проста, как кажется. Если у кого-нибудь из вас есть свои мнения, свои версии. Каким образом это могло сложиться? Пишите в комментариях. Я с интересом выслушаю. Потому что я никогда не утверждаю истину своих видео. Я всегда стараюсь задавать вопросы. И я всегда готов слушать ваше мнение по этому поводу. С вами был Корней. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего доброго. Пока. Ну и наверное надо еще полечиться.